Эти воодушевленные мальчишки и девчонки с малых лет впитывали всю романтичность и утонченность французской культуры. С особым трепетом они читали и читают Гидемо Пассана, Эмиля Золя и Жюль Верна. Они живут идеями маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери и очень любят то, что делают. Все это о ребятах, занимающихся в билингвистической секции средней школы номер 15. Субботний день для них выдался особенно торжественным. В актовом зале учреждения образования, в присутствии своих родителей и педагогов, ребята официально стали представителями большой франкофонной семьи. В этом году мы набрали целых два билингвистических класса. Набирали детей по конкурсу и по очень строгому отбору после экзаменов на сдачу специальных моментов, специальных испытаний и плюс по рейтингу общей успеваемости. В два новых класса вошли ребята, успешно прошедшие первый экзамен, организованный посольством Франции в Республике Беларусь. С этого времени каждый год свои знания и навыки общения мальчишки и девчонки будут демонстрировать комиссии во время квалификационного экзамена. Как правило, в билингвистические классы вошли ребята, успевающие не только в изучении иностранных языков, но и других предметов. Уровень владения языком у них намного выше, они сдают экзамены, поэтому это дети, лучшие дети, которые собраны в параллели восьмых классов. Мы надеемся, что они успешно будут сдавать и переходные экзамены Дельфа, и потом успешно сдадут на уровень Б2 выпускной экзамен. Средняя школа номер 15 с первых лет существования зарекомендовала себя как учебное заведение, ориентированное на углубленное изучение иностранного языка, а франкофонное образование здесь признано одним из лучших в стране. Кроме того, под руководством талантливых педагогов в учреждении образования развиваются факультативы и кружки по интересам. И это нисколько не мешает учебному процессу. Наоборот, ребята успешно справляются со всеми предметами за счет навыков рационального расходования свободного времени, которые приобретаются здесь с первых дней занятий. Есть наработки определенные, есть достижения, и это очень важно для нас. И вот эта билингвистическая секция дает, скажем, возможности именно в изучении французского языка на повышенном уровне, потому что мы изучаем не только французский язык, но и дисциплины на французском языке. Торжественное посвящение новых билингвистов в средней школе номер 15 стало настоящим праздником, главными участниками и авторами которого выступили ребята-восьмиклассники. Вместе со своими старшими коллегами по франкофонной секции ребята читали стихи, выступали с миниатюрами, национальными танцами и песнями. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Однако самым торжественным и долгожданным моментом стало посвящение ребят в билингвисты, произнесение клятвы и, конечно же, ритуал прохода под волшебной шляпой Мерлина, который является вдохновителем тех, кто к чему-то стремится и очень хочет этого достичь. ПЕСНЯ Перед нами будущие журналисты-международники. Они будут освещать важнейшие события мира и страны так, что всем будет казаться, что они видели их своими глазами. В своих статьях и репортажах они будут объективны и беспристрастны. ПЕСНЯ